МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По словам Александра Лукашенко, все военизированные структуры в Беларуси периодически реформируют, чтобы они отвечали вызовам момента. Это уже коснулось и армии, и Министерства по чрезвычайным ситуациям, и пограничных войск. Сейчас пришло время актуализировать работу КГБ. Мы заметили, что нам надо не какие-то там легкие изменения Комитета госбезопасности, но к традиционным мероприятиям, которые они проводят, традиционным функциям, задачам, которые они решают. Нам надо в соответствии с временем добавлять какие-то другие функции, усиливать, может быть, и существующие. Ну, я имею в виду разведка, контрразведка, защита конституционного строя и так далее, антитеррористическая деятельность. Это в любой стране хлеб спецслужб подобного рода. Естественно, надо усиливать деятельность некоторых направлений. Где-то, возможно, создавать и новое. Особенно в силу той информационной безопасности, которая должна быть в стране, и той гибридной войны, которая развернута не только против Беларуси, она по всему миру уже существует. То, чем занимается КГБ, сейчас очень хорошо видно белорусам. В конце мая именно сотрудники Комитета госбезопасности провели операцию по освобождению белорусских дальнобойщиков из плены на украинской территории. 70 человек вернулись домой живыми. Президент наградил участвовавших в операции медалью за отличие в воинской службе. Работу в условиях санкционного давления на российском рынке и рекламно-выставочную деятельность белорусских брендов обсудили сегодня на совещании у президента. Сейчас в условиях санкции, когда заметно увеличился спрос на белорусскую продукцию в России, нельзя упустить возможность показать наш потенциал. Важно все. Активности руководителей предприятий, менеджеров, бизнесменов и всех заинтересованных, чтобы выгодно показать и продать свое. Пример в этом случае не очень положительный. Это белорусский павильон на ВДНХ в Москве. Сейчас это больше похоже на выставку-ярмарку, где можно приобрести отечественные товары от одежды до продуктов питания. Из-за этого работа павильона подверглась критике президента. По поручению главы государства, площадка в первую очередь должна стать центром продвижения продукции отечественных предприятий, где также смогут договориться и подписывать новые контракты бизнесмены. Наш павильон ждет кардинальное обновление. Реконструкция позволит перевести торговлю в более современный формат, увеличить площади и расширить ассортимент. Все магазины в перспективе будут работать в формате шоурумов, то есть площадок для презентации товаров белорусских производителей, а после обновления в интернет-магазине можно будет заказать даже больше товаров, чем в офлайн-магазинах, и сделать оптовые покупки. Реконструкцию завершат к 1 января 2023 года. Опасения Анкары по поводу вступления Швеции в Финляндии в НАТО не беспочвенно и признал генсек Альянса. Столтенберг уточнил, что разочарован тем, что до сих пор не получилось разработать план вступления этих стран и надеется разрешить вопрос как можно скорее. Саммит в Мадриде никогда не был крайним сроком. В то же время я хотел бы, чтобы этот вопрос был решен как можно скорее. Мы активно работаем с нашим членом НАТО Турции, а также Финляндии и Швеции, чтобы ответить на эти вопросы, которые подняла Турция. И это законные опасения. Это что касается терроризма и экспорта оружия. И мы должны понимать, что ни один другой член НАТО не пострадал от террористических атак больше, чем Турция. Напомню, президент Турции Эрдоган заявил, что в вопросах большой политики нельзя доверять западным странам. Он обвинил Грецию в том, что она вооружается и создает военные базы, осуществляя опасную милитаризацию региона. А Стокгольм и Хельсинги, полагают в Анкаре, поддерживают террористические организации. Некоторые латвийцы уже в следующем отопительном сезоне не смогут оплатить счета. Неутешительная прогноза экспертов приводит новостной портал Delphi. Не исключено, что какой-то дом из-за нехватки средств будет вынужден отказаться от горячей воды даже зимой, резюмирует экономист местного банка. И даже в 2023-м ждать снижения цен на электроэнергию жителям Латвии не стоит, заявили в местной энергокомпании. Сейчас стоимость составляет около 180 евро за мегаватт-час. За взятки задержан руководитель одного из отделений Белорусской железной дороги. Как сообщили в МВД, оперативную разработку вела служба БЭП. Мужчину взяли с поличным в момент передачи ему пакета с деньгами. Значит, в пакете находятся денежные средства. Сейчас тоже будем доставать, пересчитывать, фиксировать. В пакете была 1000 долларов и чуть более 7000 рублей. Установлено, что чиновник систематически получал деньги от руководителя одной из столичных клининговых компаний, основное направление которой – уборка железнодорожных станций. После перевода средств на счет фирмы за оказанные услуги, часть из них обналичивалась и передавалась чиновнику. Более чем за год фигурант получил свыше 46 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела за получение и дачу взяток. Оранжевый уровень опасности вновь объявили белорусские синоптики. Завтра во многих районах страны сильные дожди и грозы. Ветер будет достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20. Кратковременные дожди временами прогнозируются и в конце недели. При этом температура воздуха сохранится в пределах климатической нормы. Большая информация у моих коллег в 15 часов. Я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго.